Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямонтау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Артем, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они из поселки, Тарнозон. Все холодно, вас с антенами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только товарищ полковник непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить? А топлива и вовсе нет. А, да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Привет, Артём. Артём, иди сюда, дело есть. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там всё несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Глянь, не забывай камер хранения. Рухляди в чатах полно, надо будет прибраться. Рухляди в чатах полно. 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 Продолжение следует... 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 Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив ты. Субтитры сделал DimaTorzok